итак всем привет по многочисленным просьбам трудящихся я выпускаю тут видео урок посвященный созданию автомобильного шейдера ну давайте сразу приступим к работе сначала зададим имя нашему шейдеру у меня он называется car shader one у вас может носить какое-то другое имя выбираем шейдер модель у меня опять же это 3 я привык мне так удобно у вас все может зависеть от проекта так что выбирайте сами 2 или 3 все зависит от платформы которую вы будете создавать свой шейдер и так дальше приметнемся во вкладку input создадим наши вводные данные для начала видим текстурки пропортий бейс далее текстурки пропортий мы займем кубе дальше новые вводные данные вводим это бампа бампам пейс и еще одну текстурки пропортий это у нас будет итак перейдем в рабочую область и зададим сразу несколько функций первое которое нам понадобится будет лярп вторая функция которая нам понравилась понадобится текстурки день следующее которое нам понадобится текст куб и дополнительно нам еще с вами потребуется сэм сэмплер тудей далее предлагает создать небольшую каналу конструкцию лифиза пока без особых комментариев потому что все это мы проходили в прошлых уроках и думаю для большинства это будет понятно обратите внимание на расположение текстурки людей и текст куб очень важно чтобы они находились именно в этом порядке так как смешивайте по альфа каналу лер будет именно так и в противном случае если поменять их местами результат может отличаться от того который будет показан финальной частью урок дальше нам нужно добавить сэмплер киев и операцию умножения дадим понять штурмфи что мы ввели за данные дальше добавим новую вводную под названием view direction и снова переменемся во вкладку inputs и добавим новый float for property назовем ее и на этом работа с кубической карты у нас будет закончена и на этом работа с кубической карты у нас будет закончена дальше во вкладке input добавим новую вводную данную под названием mix далее переменемся на рабочую область и добавим новый сэмплер 2d обозначим сразу то что это mix тем самым мы закончили с лерпом добавив ему последний аргумент приступим к нашим нормалям добавим новую функцию unpack normal результат на нормал первый аргумент добавляем функцию текст 2d normal добавляем новый сэмплер 2d даем штурмфи понять что это карта нормалей и перейдем к параметру глосс для этого нам потребуется операция умножения результат сразу цепляем на глосс переходим во вкладку inputs и добавляем новые вводные данные нам понадобится вводные под названием колор пропарите вовсе ул и в ул флот фопропортии под названием м ул с с с создадим их на рабочей области и дадим понять штурмфи что и что добавляем прописи скала и прописи флот фо color цепляем к аргументу 1 а флот фо к аргументу 2 далее даем понять штурмфи что из этого что и переходим к нашему последнему свойству это specular для этого создадим новый сэмплер 2d г и и переведем на спектр и дадим понять юнити что это именно спектр ммм текстур ну вот и все в целом нас наш шейдер уже готов и пожалуй от себя добавлю пару пояснений первое пояснение касаемо функции lerp почему я воспользовался именно ей а не операции умножения дело все в том что при работе с шейдером у вас будет больше простора для творчества используя именно функцию lerp у вас не будет такого глупого смешения наложения одного на другого неизвестно по каким параметрам и какой жесткости будет наложение одной текстуры на другой поэтому я рекомендую использовать именно lerp он даст вам возможность более точно настроить параметры вашего авто либо любой другой модели на которую вы собрались накладывать отражаемость так называемую второй момент на которой хотел бы обратить особое внимание это настройки кубической карты почему я взял тут флот фо а не просто флот дело все в чем если бы я использовал флот у меня не было возможности бы по потянуть и так сказать размазать кубическую карту если мы используем обычный флот у нас данная особенность заблокирована то есть кубическая карта будет отражаться идеально что зачастую не играет нам на руку если мы используем флот фо мы имеем возможность потянуть ее как вширь так и высоту что дает нам определенные свободы при работе с нашими моделями и текстурами так ну на все что хотел я обратил ваше внимание теперь можно смело сказать что наш шейдер готов далее жмем на вкладку файл сохранить как назовем наше сохранение машинка сохраняем и экспортируем как кар шейдер он сохраняем и так после того как наш шейдер успешно сохранился создаем новый материал и во вкладке шейдер выбираем наш шейдер кард шейдер 1 по поводу текстур я думаю объяснения вряд ли нужны они тут и так достаточно понятно разрисованы скажу только по поводу проб кубемэпа про наш параметр флот в чем особенности преимущества флот фо как я и говорил у вас будет возможность порастягивать текстуру вверх вниз в разные стороны дабы дать размытости создать более реалистичное отражение в зависимости от формы в вашей модели рекомендуемые параметры по умолчанию это минус один по иксу по игреку также минус один и по z минус один W можете оставить единицу но по поводу нашей текстуры смешивания советую использовать нейтральный серый то есть светло-серые оттенки дабы отражение было не слишком зеркальным то есть не перекрывало цвет вашей текстурной развертки но и не слишком темные чтобы было видно вашу кубическую карту по поводу параметров глосс и глосс сайз ну я думаю вы сами разберетесь поиграйте с параметрами единственная опять же рекомендация по поводу настроек флота это сохраняйте x y z равными друг другу то есть если допустим по x вы ставите 10 то и в остальных параметрах тоже должно быть 10 но тут опять же момент спорные и все зависит от ваших потребностей но просто если вы будете менять независимо друг от друга их то они будут приобретаете естественно цвет то есть ее прибавляя по x вы будете добавлять красный по у будет добавляться зеленый по z будет добавляться синий ну все в ваших руках дерзайте спасибо за просмотр всем пока модели рекомендуемые параметры по умолчанию это минус 1 по x у по y также минус 1 и по z минус 1 w можете оставить единицу ну по поводу нашей текстуры смешивания советую использовать нейтральный серый то есть светло-серые оттенки дабы отражение было не слишком зеркальным то есть не перекрывало цвет вашей текстурной развертки но и не слишком темные чтобы было видно вашу кубическую карту по поводу параметров голос и голоса из ну я думаю вы сами разберетесь поиграйте с параметрами единственная опять же рекомендация по поводу настроек флота это сохраняйте x y z равными друг другу то есть если допустим по x вы ставите 10 то и в остальных параметрах тоже должно быть 10 но тут опять же момент спорные и все зависит от ваших потребностей но просто если вы будете менять независимо друг от друга их то они будут приобретаете естественно цвет то есть ее он прибавляя по x вы будете добавлять красный ну по я и греку будет добавляться зеленый а за это будет добавляться синий ну все ваших руках дерзайте спасибо за просмотр всем пока и и и и и и и